ТОП 10 УДИВИТЕЛЬНЫХ ЗАГАДОК, КОТОРАЕ НАУКА НЕ МОЖЕТ ОБЯСНИТЬ ЗАГАДКА НОМЕР 1. РЕВ Океан – глубокий полонезведанных тайн. На самом деле, мы исследовали лишь малую часть того, что находится в океане. И потому такое явление, как рёв, английское «блуп» из недр океана кажется таким пугающим. В 2007 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований, NOAA, обнаружило мощный, продолжительный и громкий звук, издающийся из океана. Звук был почти животным, но он был громче звука, который могло издавать самое крупное морское животное. В связи с этим в сети сразу появились теории о «ктулху» или других морских чудищах. Однако, скорее всего, мы так и не узнаем, кто издавал этот жуткий, глубинный и сильный звук. ЗАГАДКА НОМЕР 2. КОКАИНОВЫЕ МУМИИ Кокаин – довольно распространённое наркотическое средство в современном мире. Однако, немецкие учёные были немало удивлены, когда в 1992 году исследовали химический состав останков египетских мумий и обнаружили там этот наркотик. Внутри костей, кожи и волос забальзамированных тел были найдены следы коки и табака. Этого наркотика не было в Египте в то время, так как его культивировали в Америке. Не существует никаких документальных свидетельств торговли между двумя народами, что озадачило исследователей. ЗАГАДКА НОМЕР 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПИЛОТА ФРЕДЕРИКА ВАЛЕНТИЧА В 1978 году пилот по имени Фредерик Валентич просто исчез во время полёта на своём самолёте. Австралийский пилот летел на самолёте Cessna 182L и во время полёта связывался с командой управления, расположенной в Мельбурне. Он сообщил об объекте, который летел над ним на высокой скорости. За его голосом последовали скрижающие звуки, и вскоре связь была потеряна. О Фреде Валентиче и его самолёте больше никто никогда и не слышал. Наткнулся ли Валентич на инопланетный объект и был похищен? Может быть, он инсценировал всё и просто покинул самолёт? К сожалению, ответ на этот вопрос так и не был найден. ЗАГАДКА НОМЕР 4. МОЩНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ Теория относительности Альберта Эйнштейна стала определяющей в мире науки по многим причинам. Одной из причин стало применение предела Грайзена-Зацепина-Кузьмина – ГАЗАКА. Предел ГАЗАКА является пределом того, насколько мощными могут быть космические лучи, когда они попадают на Землю и проходят через атмосферу. Однако учёные в обсерватории Окена в Японии обнаруживали в океане мощные космические лучи, которые превышают установленный предел. Источник этих мощных лучей не был найден, и последующие исследования не увенчались успехом при попытке найти ответ. ЗАГАДКА НОМЕР 5. ЗЕВОТА Зевота часто считается признаком скуки или усталости. Она является неотъемлемой частью нашей жизни с рождения и остаётся с нами на протяжении нашей жизни. Независимо от того, где мы родились или живём, мы все зеваем. Однако учёные таки не нашли ответ, почему именно мы это делаем. Существует множество теорий относительно распространённости зевоты, но нет конкретного объяснения. Согласно одной теории, мы зеваем из-за недостатка кислорода. Также известно, что зевота заразительна. Почему же так происходит, пока нельзя точно сказать. ЗАГАДКА НОМЕР 6. ЭФЕКТ ПЛАЦЕБО Плацебо-эффект неоднократно возникал в выборочных испытаниях во многих исследованиях. Пока вы верите в то, что лекарство работает, оно будет действовать. Похоже на то, что наш мозг пытается вылечить наше тело через силу веры с помощью фиктивной таблетки. Самое интересное это то, что даже когда мы осознаём, что это всего лишь плацебо, эффект продолжает работать. Эффект плацебо проявляется не только в виде лекарственных препаратов, но и других воздействий, повсеместных в нашей жизни. ЗАГАДКА НОМЕР 7. КОШАЧЬЕ МУРЛЫКАНЬЕ Если у вас есть кошка, то вы наверняка знаете, насколько довольной она может быть, когда мурлыкает. Однако учёные до сих пор не могут объяснить механизм мурлыкания кошки. Они не могут дать точный ответ, почему и как мурлыкают кошки. Но согласно ведущей теории, кошки используют голосовые связки в гортане, чтобы издавать вибрирующие звуки, которые мы интерпретируем как мурлыканье. Интересно, что во время мурлыкания нельзя прослушать сердце или лёгкие кошек. ЗАГАДКА НОМЕР 8. МАНУСКРИПТ ВОЙНИЧА Манускрипт Войнича представляет собой книгу из 246 страниц, написанную на неизвестном языке с ботаническими иллюстрациями. По результатам радиоглеродного анализа, книга была написана в 15 веке. Однако из-за неспособности определить алфавит в манускрипте, практически невозможно сказать, к какой цивилизации или культуре он принадлежит. На данный момент учёные называют её книгой по медицине, но остаётся непонятным, почему её так и не смогли перевести. ЗАГАДКА НОМЕР 9. МАГНИТЫ Учёным известно, как работают магниты, но непонятным остаётся то, почему у естественных магнитов всегда есть северный и южный полюс. Сколько бы раз вы не разрезали магнит, вы всегда получите магнит с северным и южным полюсом. Специалисты могут создавать лаборатории, сделанные из магнитов только северного или южного полюса, но в естественных условиях такого не происходит, и никто не может сказать, почему. ЗАГАДКА НОМЕР 10. КАМЕННЫЕ ШАРЫ КОСТАРИКИ По всей Коста-Рике можно найти множество каменных шаров, которые достигают размеров от небольшого шара для боулинга до шара, достигающего 2,5 метров в поперечнике. Эти шары разбросаны по всей стране, а их идеальные формы говорят о том, что они вряд ли были сделаны местными народами с помощью грубых инструментов. Никто не знает, откуда они взялись и как они туда попали. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Фактс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»